Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разбирать учебник Keywords for Climacy, уровень Pre-Intermediate. У нас третий урок. Чем хорош этот учебник? Хорош тем, что здесь мы учим не отдельные слова, а словосочетания. И на каждое словосочетание здесь есть еще и примеры, то есть предложения. Как мы занимаемся? Читаем, переводим и потом обязательно стараемся воспроизвести. То есть постараться перевести это предложение или пример, или свои собственные примеры составить с русского на английский. Еще лучше, если вы найдете себе партнера, с которым вместе вы будете разбирать уроки. Тогда эти фразы будут у вас на языке и при необходимости вы их легко вспомните и скажете. Например, вы хотите сказать, но я завтра помою пол. Используйте фразу, которую мы здесь выучим. И вот так друг друга спрашивать, при те примеры, которые есть здесь в книге, или свои собственные примеры, или примеры можно найти в словарях. Итак, обязательно переводите свой красивый запас в активный. А сегодня у нас два слова. Флоу – пол и карпет – ковер. Итак, какие у нас есть глаголы с этими словами? Протирать пол. Map the floor. Map – это еще и швабра. Подметать пол. Sweep the floor. Скрести, оттирать пол. Scrub the floor. Слово «скраб», я думаю, многим знакомо, так как мы используем его, когда оттираем нашу старую кожу. Итак, следующее слово. Покрывать пол коврами, например. Cover the floor with carpets. Лежать на полу. Лежать на полу. Lie on the floor. Спать. На полу. Sleep on the floor. И обращаем внимание, что и в слове «слит» как «спать» он долгий звук, а в слове «подскользнуться» он краткий. Sleep on the wet floor. Подскользнуться на мокром полу. Пайл букс on the floor. Сложить книги, например, на полу в кучу. Спил кофе on the floor. Пролить, например, кофе на пол. Мы рассмотрели с вами несколько словосочетаний. И теперь предложение, где мы используем эти слова. Она взяла щетку, щетка типа метлы, и подмела пол. She picked up a brush and swept the floor. Keep out of the kitchen. Keep out – это дословно «держитесь вне». То есть не заходите на кухню. В течение пятнадцати минут я только что помыла, закончила мыть пол. Keep out of the kitchen for 15 минут. I've just finished mapping the floor. Мы покрыли пол газетами перед тем, как начали красить потолок. We covered the floor with newspaper before we started painting the ceiling. Я опустилась дословно на кисти и колени, или на четвереньки, и стала оттирать начисто пол. I got down on my hands and knees and scrubbed the floor clean. Следующее упражнение. The bank robbers ordered everybody to lie on the floor. Грабители банка, банковские грабители, приказали всем лечь на пол. Do you have a cloth? I've just spilled some tea on the floor. У вас есть тряпка? Я только что пролил чай на пол. Мы опустили, спустили книги с полки и положили их на пол. There weren't enough baths, so some people had to sleep on the floor. Здесь не было достаточно кроватей, поэтому некоторым людям пришлось спать на полу. Be careful, you don't sleep on the wet floor. I've just mapped it. Будьте осторожны и не подскользнитесь на мокром полу. Я только что вымыла его. Дальше у нас примечание, что в Соединенном Королевстве мы говорим обычно. Первый этаж будет ground floor. First в данном случае будет второй этаж, а second это будет третий этаж. The container is on the ground floor of the building. Столовая находится на первом этаже этого здания. I hope you like climbing stairs. My office is on the top floor. Я надеюсь, что вам нравится подниматься, карабкаться, взбираться по лестнице или по ступеньке. Мой офис находится на верхнем этаже. If you drop something, it falls on the floor. Если вы роняете что-то, это падает на пол. Excuse me, your wallet has fallen on the floor. Извините, ваш бумажник упал на пол. If you drop something outside, it falls on the ground. Если вы роняете что-то на улице, это падает на землю. Так, все слова со словом floor мы разобрали. Теперь слово carpet – ковер. Что мы можем делать? Пылесосить, класть, испортить, и ковер может изнашивать. Итак, пылесосить ковер – это Cover the carpet. Класть – lay a carpet. Стелить. Pull the carpet – это испортить. И carpet wears – это ковер изнашивать. И здесь нам нужно опять вставить в упражнение подходящие глаголы. They are coming this morning to lay the new carpet in the living room. Они приходят, придут сегодня утром, чтобы положить новый ковер в гостиной. I ruined the carpet in the living room when I dropped a tin of paint on it. Я испортил ковер в гостиной, когда уронил банку с краской на него. Ковер в спальне начинает изнашиваться местами. Нам нужно будет заменить его вскоре. If I clear up all the rubbish, would you hover the carpet? Если я уберу – clear up весь этот мусор, ты пропылесосишь ковры? И еще примечание. I swept the dirt under the carpet when my mother wasn't rooting. Я замел грязь под ковер, пока моя мама не смотрела. Итак, иногда пылесос, vacuum cleaner, мы называем «hover», потому что от слова «пылесосик». Как вы ожидаете, что я пропылесосу эти ковры с таким древним пылесосом? Ему должно быть лет 30. Итак, мы разобрали с вами все примеры. Еще раз напоминаю, это было два слова «floor» и «carpet» и «carpet» и «carpet». Повторите еще раз те словосочетания. Повторите примеры с ними. Постарайтесь придумать свои примеры из вашей повседневной жизни. И еще раз я рекомендую вам найти партнера, с которым вы будете изучать язык в них. Это намного эффективнее, интереснее и приятнее. Итак, успехов вам! Смотрите продолжение в следующем видео. Смотрите продолжение в следующем видео.